Кадры из камеры наружного наблюдения, как безболный свидетель, наглядно демонстрируют произошедшее ранним утром четверга. По проспекту Шевченко в сторону обл. администрации на тревожный вызов с включенными проблесковыми спешит полиция. Слева по Гагарина на зеленый трогается микроавтобус. Через мгновение удар и 4 тонны воды оказываются на дороге. Больше всех пострадал водитель-доставщик. Водитель микроавтобуса самый тяжелый находится в реанимационном отделении. Пациент стабильный. Лечение пока консервативное. Посмотрим по его состоянию. Если будет нормально, то мы день-два перейдем в стационар. По нему есть руаная рана головы, сотрясение мозга. У него перелом таза, у него перелом внутренней лазочки на одной из конечностей. И у него перелом пальцев и смещение. Полицейским реанимация не понадобилась, но травмы все равно тяжелые. 22-летняя патрульная оказалась в хирургии с поломанными ребрами и предплечьем. Ее 35-летний напарник в травматологии с переломами лодыжек. И его ждет операция. Патрульной полиции поясняют, экипаж спешил на вызов о возможном суициде. Женщина угрожала спрыгнуть с шестого этажа. Движение патрульного автомобиля сопровождалось сиреной и мигалками. Они двигались с вымкнутыми светлыми и звуковыми спецсигналами. На перехресте проспекту Гагарина и проспекту Шевченко стала дорожная транспортная пригода с автомобилем Рено Трафик. То, что проблесковые сирена были включены и даже то, что полицейские предупреждали водителей в громкоговоритель, косвенно подтверждают и родственники пострадавшего. Еще находясь в шоке, он позвонил и рассказал о случившемся. Он мне позвонил в 6.40 и сказал, что попал в ДТП. Он груженный, около 4 тонн груза, в автобусе ехал на перекрестках на зеленый свет. В какой-то миг пронеслось голосовое сообщение и в буквально секунды произошел удар. Мужчина сообщил, пострадавший его зять. Ему 31 и зовут его Степан Марангос. Взволнованная супруга, пострадавшего в официальную версию, не верит. Говорит, что ситуация требует объективного расследования, а полиция с выводами торопится. Машина, груженная грузом. В машине 4 или 3 тонны. Это не просто едет машина. И это утро, рано. Давайте не будем объективными смотреть на ситуацию реальными глазами. Если бы он услышал это заранее, конечно же бы он ее пропустил. А наша милиция утверждает о том, что человек в таком состоянии. Мы приезжаем сюда, он в реанимации. Они говорят о том, что мы собираем материалы дела, следствия о том, что он нарушил правила дорожного движения и не пропустил машину, которая ехала на вызов. Однозначный ответ – кто виноват, сможет дать только следствие. А вот утренний вызов о возможном суициде пришлось отрабатывать другому экипажу. Вместе со спасателями им удалось снять с высоты женщину, которая пыталась прыгнуть вниз. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.